Всем привет! The Brash 2019 и погнали изучать, что дальше. Продолжаем делать велосипед. Сегодня колесо. И колесо проблемно, конечно, делать. Тут очень долго, если каждую деталь показывать. Спицы, как покрышку полностью делать, обод, всякие диски, стыковки, ходовую, поршня. Короче, много деталей, которые просто нереально показать, как сделать. Это будет уйма видео. Давайте просто разбираться, как принцип какой работы и с чего хотя бы начать. А вы там уже сами как-то доработаете, что-то доделаете. Погнали. Тул открываем и цилиндр. Вот теперь будем колесо думать, как да что. Всё. Вот с этого цилиндра в иницилайз делаем пустоту. Толстые стенки сильно не делайте. Ну вот эти. Потому что колесо велосипедное всё-таки покрышка тонкая. Ну и мало не делайте, чтобы потом колесо не выглядело слишком большим. Так, всё. Делаем теперь Make Polymesh. Заходим в геометри. И давайте всё это по стандарту, всё это раз уменьшим вот так вот. И зайдём в деформацию. И вот этим полишем. Бац. И всё. Вот у нас уже покрышка. Всё простенько. Вот она уже готовая у нас деталь. Так, теперь что можно сделать? Давайте теперь подготовим её. Сделаем ей сначала ZRMS. ZRMS, чтобы она была гладкая. Так, а теперь сделаем Dynamesh. Смотрим, что да как. Всё нормально. Всё прикольно. Можно добавить дивайдов. Становится ещё мягче. Глажим. Так, вопрос теперь по ободу, да? Опыт будем делать тоже, наверное, с неё. Берём, делаем дубликат. На него переключаемся. Так, сделаем его немножко поменьше. Зайдём опять же в геометри. Опять же Size. Вот так вот. Посмотрим, что да и как. Вот таким образом. Вот можно покрышку вот эту вычесть потом из диска. Так, вот так мы это всё дело сделаем с помощью умов. Так, теперь надо её по оси прогнать. Это всё делаем. Давайте всё это объединим. Я сразу не выставил. Так, жмём Ctrl W. Назначаем полигруппы и Merch Down. Окей. Так, теперь всё это дело прогоним по симметрии. Найдём именно, где у нас x. Вот оно. Вот так вот. Ну и поставим всё это дело на ПАПА. Вот так вот. Посмотрим теперь, что мы можем здесь сделать с этим делом. Ctrl Shift, выделяем наш обод, переключаемся на Polish и делаем Draft Size чуть поменьше, интенсивность чуть побольше. И теперь Transform, симметрия по Z радиалов побольше. Всё, как в прошлых видео. Находим ось. Вот она, по X. Ну и давайте вот так всё это делаем. Ctrl D. Добавим ещё радиалов поболее. Пусть их будет больше, чтобы мягче всё было. Draft Size чуть побольше. И попробуем. Вот так вот. Аккуратненько всё это дело вот таким образом корректируем. Так, вот эту середину можно потом вычесть. Можно, конечно, попробовать и так. Примитивненько немного. Но, в принципе, где-то вот так вот всё это дело можно сделать. Вот таким вот образом. Опять же, можно работать маской. Не забывайте, что вот вариант такой тоже есть. Вот вы когда маску вот так вот ставите, жмёте Ctrl I. И, в принципе, чтобы бока не зацепить, вы тут уже можете смело работать, как хотите. Вот такая вот штука есть. Опять же, вот по низу, вот, жмёте Ctrl I. И можете также корректировать вот этот бок. Уже не боясь, что вы залезете на ту или иную деталь, ну, в центре диска. Давайте включим стандартную кисть. Сделаем её поменьше. Так, интенсивность сделаем побольше. И вот так вот. Так, пардон. Уменьшим чуть-чуть интенсивность. И попробуем вот эту кайму немножко вот так вот прибавить. Вот так вот. Ну, и посмотрим, как всё это дело стало выглядеть. Ну, вот что-то такое. Колесо, конечно, получилось слишком толстоватое. Ну, это дело можно ещё подправить. Опять же, с помощью полюш. Ставите побольше. И вот так вот всё это дело можно сделать потоньше. Вот так вот. Ну, вот что-то в этом духе. Ну, я думаю, принцип понятен. Так. Ну, теперь его надо сделать ещё тоньше, потому что слишком толстый. И вот так всё это дело. Пардон. Забываю по осям. Вот это дело. Ну, и вот так вот что-то в этом духе сплюснуть. Так. Ну, вот такой принцип, словом. Давайте теперь по спицам разберёмся. Покрышку можно ещё тоньше делать. Это, получается, когда вы что-то сделаете, вдруг что-то не получится. Но это всё естественно. Можно вернуться и что-то переделать. Это не проблема. С первого раза тоже может не получаться. Давайте вот так вот всё сделаем. Теперь зайдём в Subtool жмём Split и жмём Grow Split. Окей. Вот мы раскидали. Теперь можно что-то заменить, что-то доработать. Но они уже по осям у нас находятся. Так. Давайте покрышки ещё сделаем с деформацией и сделаем Polish. Так. Вот таким вот образом. И можно её даже ещё потом покрышку подрезать. Вот так вот её смягчить. Вот таким образом. ну и теперь примерить её именно на колесо геометрии. И всё это дело опять же уменьшаем. Ctrl Z. Немножко неудобства. Вот так вот. Вот таким вот образом. сайз уменьшаем и немножко здесь вот так её проходим. всё. Классно вроде будет. Так. Так. Теперь вопрос в чём. Добавим центр. Делаем Append. Деталь. Деталь, конечно, уже должна быть готовая. Ну, давайте пока вот так вот поставим. Опять же зайдём в геометрии. Опять же её вот так вот уменьшим. С помощью ротации опять же всё это дело перекрутим. Вот так вот. И это дело всё попробуем сплюснуть. Вот таким вот образом. Так. Предположим, это вот это колесо. Вот это типа у нас середина. И теперь давайте опять же с чего делать спицы. Да. Ну, самый простой вариант. Это опять же открыть цилиндр. На него переключиться. И в геометре всё это дело вот так вот уменьшить побольше. Ну, и допустим, вот так вот вытянуть. Вот таким вот образом. И немножко ещё его вот так вот уменьшить. И немножко ещё его вот так вот вытянуть. Вот такая штука. Здесь уже должны быть. Если вы будете делать, проработайте сразу здесь вот поворотники, крепления. Ну, чтобы уже готовая была спица. Посмотрите на картинках, как всё это дело там устроено в велосипеде. Жмём моф. Всё это дело вот так вот поднимаем. Так. Теперь ещё можно даже немножко её уменьшить. Вот так вот. И немножко ещё вытянуть. Пицы здесь тонкие, поэтому делайте ещё тоньше их, поменьше. Вот где-то вот такие. В принципе, их и потом можно будет, ну как, уменьшить. Ну, чтобы проблем не было, чтобы она уже была готовая. Так. Ну, и простой вариант сделаем. Вот такую берём пиццу. Немножко её сейчас я вытяну ещё до конца. Вот так вот. Всё это дело поднимается. Теперь всё это дело немножко наклоняется вот так вот в бок. И уводится вот так, допустим. Вот таким вот образом. Здесь потом, вот на внутреннюю часть, словом, должно всё это попасть. Так. И теперь эту спицу мы загибаем вот так вот в эту сторону. Делаем control. Отводим. И вот эту спицу загибаем в эту сторону. Вот где-то вот в таком духе. Вот так вот. Теперь смотрим, что да как. И вот эту спицу уводим в другой бок. Вот так вот. Смотрим, чтобы вот здесь вот нормально настало. И смотрим, чтобы вот здесь вот вы видите, что уже выход есть. Снимаем маску. И всё дело это вот немножко вот так вот подкорректировать можно. Вот таким вот образом. Немножко приподнять. Вот так. Ну и теперь система в чём заключается. Опять же жмём control. Выводим вот так вот. И вот так вот поворачиваем. Потом здесь уже корректируем. Чтобы вот эти вот рисунки совпадали по спицам. Потом control. Опять выводим. Опять поворачиваем вот так вот. И опять же корректируем. Вот где-то вот в таком духе. И продолжаем так вот это всё дело потихоньку устанавливать. Периодически смотрите, чтобы вот вы видите, что здесь соединилось, а здесь нет. Надо ещё больше повернуть. Вот таким вот образом. И немножко увести. Опять же control. Устанавливаем. Поворачиваем. Поворачиваем. Уводим. И немножко ещё поворачиваем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вот что-то в этом духе получается Вот такие вот спицы Ну как простые, самый простой вариант Это вот на скорую руку Вот вы видите, что нормально они устанавливаются Надо, конечно, всё это дело смотреть Чтобы всё ровненько шло Сбоя не было одинаково Всё классно, короче Так, как теперь с этим делом быть, да? Смотрим, что здесь с полигруппами Назначаем Ctrl-W одну из разбитых Так, теперь всё это дело Можно объединить Вот этому В середине можно сделать тут пустоту Потом сделать Ходовую тут Как её называется? Вилка или как она? Так, вот такое дело И теперь всё это давайте объединим Вот так вот Мерсдаун И теперь опять же по флур Надо всё это развернуть Вот так вот Ну и попробуем теперь сделать геометрию Mirror N12 Modified Apology Mirror N12 Вот такое, в принципе, колесо получается Сердцевину потом можно Удалить, ликвидировать Она нам, в принципе, не нужна И сделать сюда уже что-то другое Прибрать вот эту красивую середину Выбрать Обрезать или там Ещё что-нибудь Ну вот тут, в принципе Вариант простого колеса Опять же, покрышку смотрите Чтоб толстая не была Ну как теперь всё это дело Делать, да Давайте посмотрим Поработаем Опять же Симметрией Переключимся Если надо Так Выберем Теперь давайте Покрышку Включим Включим Симметрию Трансформ Поставим на нужную нам ось По Z Вот она Чуть-чуть уменьшить Радиалов Где-то вот так вот поставить И теперь можно поработать Именно Control Вот так вот Вот так вот там где-то Что-то порисовать Что-то вот в таком духе Рисунок можно скачать с интернета По крышке Но я показываю быстро Где-то вот в таком духе Вот так вот Теперь делаем Control И Заходим в деформацию И инфлатаном Так Чуть-чуть Побольше делаем Вот такая в принципе Текстура колеса Получается По крышке Всё это дело Можно с картинки скачать Подогнать Подрисовать Ну вот что-то в этом духе Так Что ещё Вот такое вроде Прикольное колесо Получается На велосипед Прошу прощения За качество Но Вот так вот По Берикому Объясняется Если бы Делать её Скрупулёзно То Конечно Оно было Красивее Ровнее Лучше Ну Всё Всем пока До свидания Редактор субтитров Редактор субтитров